ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Давайте начнем, товарищи. Начинаем очередное занятие университета рабочих корреспондентов Фонда Рабочей Академии. Сегодня у нас разговор о главном. О главном в марксизме. Выступит с докладом по вопросу теории и истории диктатуры пролетариата доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой Торгово-экономического университета. Козелов Александр Сергеевич. Пожалуйста, Александр Сергеевич. Меня будет слышно, а вас нет. Спасибо. Ну что ж, дорогие товарищи, тема хорошо вам всем известная, я надеюсь, знакомая. Все вы в ней довольно глубоко разобрались. И тем не менее, когда вот ко мне обратились осенью тут товарищи из Москвы, что мол, Александр Сергеевич, вот нужна статья о диктатуре пролетариата. Я вроде не хотел писать, вроде все написано, но тем не менее, должен был откликнуться, откликнуться. То есть, вы в этом не хотели писать? Да, не хотел. Уже все написали, уже вроде все рассказали. Но, когда снова взялись за дело, взялись, значит, какие-то осветительные аспекты, они потянули за собой другие. И, в общем, при изучении этом я понял, что мы еще многое, и я даже, который многое писал, и лекции читал на эту тему, мы, значит, не знаем о диктатуре пролетариата, недостаточно понимаем и ее существо, и ее историческое развитие, и практику осуществления диктатуры пролетариата и в мире, и в нашей стране. И поэтому, когда, значит, вот эту статью написал, наконец, отослал товарищи, мы теперь читаем в сборнике, удивляюсь, думаю, как это мы раньше такую статью не написали? Она давно уже нужна бы была для товарищей. Здесь она называется диктатура пролетариата. Термин, понятие, идея, проблема. То есть разобрать диктатуру пролетариата и в смысле термина, и в смысле понятия, и в смысле идеи, чего мы никогда не делали, и в смысле проблемы. В чем проблема? Почему она воспроизводится? Ну и должен сказать, что вообще очень интересный сборник из Москвы прислали товарищи по итогу международной ассоциации, форума международного ассоциации политэкономов марксистов, называется «Марксизм. Социализм от рассвета до рассвета». Материалы этого форума. Прислали, привезли. Да, привезли товарищ Попов, привез, он здесь один из авторов, с замечательной статьей, рекомендую от производства стоимости к производству непосредственно общественному. И надо сказать, что нарезка здесь состав авторов интересный. В основном это московские товарищи доктора-профессора. Среди них известный вам Ричард Иванович Косолапов. Ну, может быть, кому-то из наших товарищей менее известный, но в Союзе и в мире известный богатуре издатель, один из редакторов собраний сочинений, Карл Маркса. В том числе готовит сейчас стотомное собрание сочинений Маркса на языке оригиналов. Водомеров известный. Да, Водомеров известный, наши соратники. Такой доктор экономических наук, с нами давно и долго сотрудничающий. Ну, и известный вам Ковалев, значит, автор и организатор этого сборника и другие. Значит, в чем, с чего начинается проблема? Проблема начинается уже с того, что вот термин диктатуры политориата, он появился несколько позднее, чем само понятие диктатуры политориата. Скажем, само понятие диктатуры политориата, хотя без термина не называется так, оно, в общем, в манифесте Коммунистической партии фигурирует. Организация рабочего класса в господствующий класс. Власть, значит, государственная власть рабочего класса. Вот, понятно, что это и есть диктатура политориата. Но в 48-м году еще самого термина не было. Теперь я думаю, почему его еще не было? Потому что Маркс в это время, они еще не сознавали, что диктатура политориата, это не просто понятие, а идея. Значит, идея, когда мы здесь изучали диалектику несколько раз, значит, касались, и вот этого понятия идеи, и объясняли его несколько раз, но я не думаю, чтобы товарищи его усвоили. Почему? Потому что оно, с одной стороны, очень простое, с другой стороны, не очень простое. Скажем, в простом определении идея есть единство понятия реальности. Или такое понятие, которое реализуется, осуществляется. Или отвечает на вопрос, что делать. Вот любят у нас, значит, эту формулу. Но, такого рода понятия, они не используются часто. Если, скажем, мы возьмем собрание сочинений Маркса и Энгельса, то вместе там оно у них используется пять раз. За всю эту длинную историю, казалось бы, да? Немного. Вот, и сам Маркс так всерьез обращается к этому три раза. Диктатура Плетриата. И цитаты известные эти, значит, диктатура Плетриата. Почему? Потому же, почему и абсолютная идея, скажем, она у Гегеля там в тексте почти не используется. Она используется в конце, значит, науки логики, да? Как результат. То есть, он и говорит, Гегель, все, что вот было до этого, это было развертывание абсолютной идеи. Так и диктатура Плетриата. Когда Маркс, значит, эту идею назвал, обозначил в 52-м году, то есть, через четыре года после манифеста Коммунистической партии. И ему самому стало ясно, что эта идея, значит, она, эта идея теперь, опосредствует все другие понятия. Она вступает в связь со всеми теми экономическими, политическими, значит, какими-то другими понятиями, которые у них в то время были. И является их фундаментом, основой, с одной стороны, с другой стороны, целью. Но цель это и есть развернутый результат, или осуществленный результат, достигнутый результат. Планируемый результат, да? Поэтому вот такое вот положение диктатуры Плетриата, оно с одной стороны упрощает все дело. Ее вот и не надо особо использовать, что-то лдычить о главном, о цели. Ее сказали, назвали и двигаемся. С другой стороны, она посредствует все другие знания, все другие понятия, все другие теории. Поэтому, скажем, с 52-го года и пошло более углубленное такое опять изучение экономики, политики, значит, философии других проблем. И в 59-м году, Маркс, и публикует первый, значит, такой прообраз капитала, книгу «Критики политической экономии». То есть, первый такой прообраз капитала. И то ему его еще мало. То есть, он продолжает над этим работать. Можно сказать, поэтому, что капитал – это такое экономическое обоснование диктатуры Плетриата. Теоретическая основа, значит, диктатуры Плетриата. Теперь, как только вот это вот было осознано, и теоретическая работа продолжается, жизнь уже подталкивает, жизнь уже ждет, значит, диктатуры Плетриата как теории. Почему-то, что она сама беременна этой диктатурой Плетриата. И к 70-му году, значит, развивается ситуация во Франции, когда рабочий класс уже готов к революции. Причем, если вы возьмете письма Маркса, переписку Марса 70-х годов, он несколько раз предупреждает, чувствуя, что назревают, значит, революции во Франции, предупреждает, что рабочий класс еще не готов к революции во Франции. Вот, там внешние, скорее, обстоятельства подталкивают, значит, французских рабочих к выступлениям. В том числе, к защите Отечества от немецкого наступления. Вот, тем не менее, в марте, 18 марта, кстати, сегодня какой у нас? Сегодня 12 марта. Да, вот 18 марта раньше отмечали День Парижской коммуны. И это был до того глубокий такой народный праздник, что вошел в миниатюры Аркадия Райкина. В одной из миниатюр, там бабушка нанимается в няньке и говорит, что вот ей подарки на праздники дарят, на Новый год, на 1 мая, на День Парижской коммуны, это уж, как говорится, обязательно. Значит, и действительно, тогда вспоминали часто этот День Парижской коммуны, 18 марта. Значит, когда начались вот эти революционные события, Маркс, безусловно, их поддерживает. Почему? Ленин объясняет. Потому что это живой опыт революционной борьбы, это живой опыт диктатуры пролетариата, это живой опыт, значит, живая практика самих рабочих. И подчеркивает и Маркс в свое время, и Ленин потом, что такие реальные и действительные шаги, практически, они дороже десятков программ. Почему? Потому что вот на этом, на этих действиях диктатуры, видно, что будет рабочий класс делать, значит, в ситуации, когда он устанавливает свое господство. Ну и я думаю, что вы все помните, что он делает, во-первых, вооружает народ, значит, народная рабочая милиция, во-вторых, устраняет чиновничество и нанимает, значит, работать в госаппарат за зарплату рабочего, в-третьих, сменяет и выбирает свободно должностных лиц в любое время, невзирая на личности и на персоны. Ну и, значит, когда зарплата на уровне зарплаты рабочего, то многие такие вот бюрократические моменты, они, конечно, решаются легче. И на отношении к парижской коммуне видно и, значит, позиции, и идеологии, и теории, и политика марксизма, и коммунизма, и политика различных других политических сил. Особенно маркс обращает внимание, значит, на анархистов в то время. Значит, и Ленин в работе государства и революции тоже много внимания обращал на политику и идеологию анархизма. Почему? Потому что они и тогда мешали рабочему классу, и в нашу революцию 17-го, тут 20-х годов, значит, тоже мешали рабочему классу. Ну, в какой-то мере помогли. А я думаю, что больше они все-таки мешали. В целом они больше мешали. Значит, в чем дело? Дело в простой вещи. С одной стороны, у анархистов и у марксистов одна цель – уничтожение государства. И организация общества, значит, на основе отдельных коммун, Марс с Энгельсом говорили, общин, говорил Бакунин и Прудов. Значит, чтобы общины сами управлялись, не задумывали. Но, Маркс объясняет, что этого нельзя достичь без диктатуры патриатов. И я думаю, что нам-то понятно почему. Потому что на другой день после установления диктатуры патриата начнется сопротивление всей оголтелой буржуазии и остатков феодалистов, феодалов. Значит, и для отпора этим силам, для защиты революции, значит, нужно государство. Государство как, значит, вооруженные рабочие, которые имели бы в своих руках силу, принуждение. Поэтому диктатура патриата, она и нужна прежде всего для подавления, значит, свергнутых классов. А анархисты этого не понимают. Анархисты думают, что они достаточно устранить государство каким-то там, все равно каким путем. И, дескать, жизнь сама организуется. Люди же сознательные, все граждане такие умные, хорошие, сами организуют общины, и все будет нормально. Значит, поэтому расхождение, собственно говоря, с ними в средствах. То есть, марксизм учит, что без диктатуры патриата, без государства, которое обеспечит переходный период, значит, нам коммунистическое общество, общинное общество не построить. Анархизм говорит, что нет, не надо никакого государства, потому что будет новая бюрократия, новая эксплуатация, и ничего из этого не получится. И когда случилась Парижская коммуна, анархисты, собственно говоря, опять и выступили, значит, против того, чтобы закреплять господствующую форму государства, чтобы строить какую-то такую централизованную систему, говорит, достаточно федерального устройства коммун, то есть децентрализованное государство. Маркс говорит, нет, децентрализованное государство не пойдет. Нужно на первом этапе национальное единство экономики. Но построенный по коммунальному принципу. Что значит построенный по коммунальному принципу? По коммунальному принципу это значит, во-первых, внизу коммуны, причем Маркс выражается в одном месте, в самой маленькой деревне нужно создать коммуну. С другой стороны, все строение общества идет от этих производственных коммун. С тем, чтобы производственные эти коммуны следили за своими кандидатами, за своими делегатами, за своими депутатами, и в случае чего могли их свободно отозвать. Точно так же и, значит, оппортунисты разного рода, там, начиная с Бернштейна, Каутского, что вот не нужно было выступать рабочим. Не нужно было с оружием в руках, значит, строить эту парижскую коммуну. Все это можно было сделать довольно, значит, спокойно за счет выборов. Поскольку народ тут воодушевлен, провели выборы, решили все проблемы. Маркс показывает, и Ленин потом в государственной революции, значит, тоже воспроизводит эти идеи, что без такого, значит, вооруженного восстания, без вооруженной борьбы, без слома старой государственной машины, без гарантии, значит, силовой, ничего бы не было, ничего не будет. И в 1905 году эту ситуацию повторил у нас Плеханов. Плеханов, там, значит, декабрьское вооруженное восстание, значит, было подавлено, и Плеханов, вот, не надо было браться за оружие. А Маркс и потом Ленин разъясняют, что надо было браться за оружие. Во-первых. Во-вторых, народ уже взялся за оружие. Поэтому его надо поддержать, подсказать, научить. Но сама эта борьба, она дорога, как драгоценный опыт, который получают работники своими руками, своей головой, значит, своим личным опытом. И эта борьба, и, я думаю, и вооруженное восстание, в том числе, значит, декабрьское, оно, конечно, было таким драгоценным опытом. Поэтому Ленин потом уговорит, что революция 5-7-го годов была генеральной репетицией значит, революции, Великой Октябрьской социалистической революции. Почему? Потому что вот в это время и воспитались основные партийные рабочие кадры. Скажем, если мы возьмем кадровый состав революции 17-го года, то почти все такие вот видные руководители большевиков, они все получили закалку, значит, в 905-м году. В том числе, например, Фрунзе было всего 20 лет, когда он участвовал не в работе, а в организации Иваново-Исенского совета. 20-летний парень, тогда он, значит, уволился из Политехнического института нашего, уехал Иваново и как раз попал там в эту, значит, ситуацию. И вот, несмотря на то, что ему было 20 лет всего, он там активно участвовал, запомнился, проявил себя, значит, выдающимся организатором и таким теоретическим складом ума, и потом, вы помните, сделал выдающуюся карьеру как организатор-строитель Советского государства и Красной Армии. И таких Фрунзе много было. Вот я думаю, что как-то стали подзабывать. Я думаю, что когда-нибудь нужно будет еще раз и более тщательно провести эту работу по, значит, воссозданию тех, особенно рабочих, которые это все делали, выступали. Вот, и в какой-то мере они зафиксированы, было несколько сборников по истории Ивановского совета, других советов, но сейчас эта литература, она, конечно, куда-то ушла, уходит. Я думаю, многие уничтожены, но мы об этих людях память сохраним. И в том числе, и что касается Ивановского совета, то, вы помните, позапрошлым году, в 2013-м, мы провели конференцию по советам, по истории советов, как формы диктатуры пролетариата. И там вспомнили, значит, Федора Афанасьева, рабочего, значит, Ивановца, который осуществлял связь Ивановских рабочих с Санкт-Петербургским партийным комитетом. И был там, и погиб там во время, значит, вот этих вот подготовки, вот этих советов. Поэтому опыт, который прошли люди, значит, и в Парижскую коммуну, и у нас в 1905-17 году, это, конечно, ни с чем не сравнимый, незаменимый опыт. Я думаю, поэтому и Россия, она имеет особое такое положение в мире. Почему? Потому что в ней есть опыт советов, в ней есть опыт диктатуры пролетариата, такой в чистой, значит, форме, в форме советов. Значит, есть много теоретических разработок, сохранились люди, значит, которые еще знали старые советы, сохранились люди, которые, значит, борются за новые советы. Поэтому я думаю, что в этом смысле, значит, и нынешнее коммунистическое движение российское, оно вот эти традиции, вот это продолжает, и этот опыт, я думаю, сохраняет. Теперь, значит, что касается реализации идей, то по-разному отнеслись разные политические силы, в том числе и социал-демократические, к революции 1917 года. К октябрю, значит, 1917 года. Многие увидели разруху, значит, разрушение производства, голод, значит, рост преступности, вооруженные люди ходят, в том числе некоторые занимаются там грабежом и прочим. Реальность такой, наличное бытие в разбросанности, в его разорванности, оно, конечно, представляло невзрачное зрелище. Я думаю, что и будущая революция, когда она совершится, в первые дни в ней много будет невзрачного. Но Ленин, большевики, они видели осуществление идеи. И в том числе, значит, Ленин, когда конфликтирует науку логики, обращает внимание, значит, как Гегель говорит, что вот идея как бы переходит в природу. Идея, вот она в науке логики развивается в чистом виде, да, а потом овесчисляется, осуществляется, переходит в природу. И он удивляется, что, значит, вот, возможно, и в обществе происходит этот же самый процесс. То есть, наконец, вот, идея осуществляется, народ взялся реализовывать ее и реализует. И хотя по видимости, по многообразию явлений, значит, зрелище не самое лучшее, тем не менее, значит, Ленин, вот этот процесс, очень хорошо понимает, чувствует, что реализуется диктатура претряда. И поэтому, мне кажется, поэтому он очень хорошо ориентируется в каждом данном моменте. Скажем, 21-й год, восстание, значит, кронштабское, антисоветское. И Ленин чувствует, что вот какой противоречивый, противоположный стал, она делает наступление, ей это удается. Почему? Потому что, видимо, что-то мы делаем не совсем правильно. Идея не совсем правильная реализуется. И он вводит коррективы политики, вводит новую экономическую политику. Политику вроде бы свободы торговли, разрешения там торговать, такие буржуазные принципы взаимоотношений с предприятием. Но! При господстве диктатуры претряда, при пересохранении власти в руках господствующего класса, рабочего класса. Поэтому все это спокойно удается. Также и в другие периоды, вот мне представляется, что Ленин вот эту сторону дела очень хорошо понимал. Поэтому диктатура пролетариата, как сущность Советов, и Советы, как ее форма, они были для него прозрачными идеями, прозрачными понятиями. Он хорошо понимал их взаимосвязь. И я думаю, что, конечно, он понимал и взаимосвязь диктатуры, Советов и коммунистической партии. Может быть, не так хорошо, как все остальные. И, скажем, мы, и я вот на себя сейчас, ну вот в последние годы, значит, смотрю, что мы тоже, наверное, многое не понимали, как связана диктатура пролетариата с ее формой, с Советами, и то и другое с коммунистической партией. Скажем, начиная с революции 48-48 года и манифеста коммунистической партии. Последовательно отстаивают диктатуру пролетариата коммунистическая партия. Партия, которую развивает Марс Энгельс. Теперь, в России, в конце 19-го, в начале 20-го века, значит, Советы, диктатуру пролетариата поддерживают, безусловно, и развивают. Только большевики, никакая другая партия. Теперь, ослабление коммунизма началось с ослабления Советов, значит, с переноса выборов с предприятий на территорию. Они сохранились в значительной мере. Значит, и выдвижение там было на предприятиях, и партийные организации были на предприятиях. Но все-таки корень, значит, был подрублен. Поэтому здесь пока сильна была партия, особенно сталинское руководство, все это тут было более-менее так незаметно. Но после смерти Сталина, когда вот этот вот пришел народ, который не очень стал разбираться и в теории, не говоря уж о таких тонкостях, как развлечение там понятий, идей. Для него это уже были непосильные задачи, я думаю. Плюс и ориентация в значительной мере другая, политическая, я имею в виду. Поэтому, когда началась вот эта вот такая огульная критика Сталина, а затем и, значит, коммунистическая партия, а затем и общество и коммунизма вообще, то уже сопротивляться идейно мало кто мог вот этому движению. И, конечно, я думаю, что тут дело даже не только в Хрущеве или в Хрущевковом руководстве, но и во всей партии не нашлось сил, идейно отстаивать единство партии, советов и диктатуры пролетариата. Поэтому отказ от диктатуры, от идеи диктатуры пролетариата и от диктатуры пролетариата фактической, и от коммунистической партии, как партии рабочего класса, значит, в 61-м году, оно произошло, в общем, ну как-то безболезненно, без какого-либо большого сопротивления. И я думаю, что, конечно, вот тут одним из главных таких мотивов и оснований было то, что уже как-то слабо понимали, что эти вещи самым жестким образом связаны друг с другом. Что диктатура пролетариата, она должна осуществляться до тех пор, пока не установится совершенно бесклассовое общество. Есть отставки классов, значит, есть и диктатура пролетариата. Есть классы, хотя бы остатки, значит, есть и диктатура пролетариата. Когда их не будет, диктатура пролетариата отобрет совершенно. Она и так, значит, вот в это уже сталинское время, значит, государство, в значительной мере стало, значит, таким общественным государство. Многие функции передало ведь общественным организациям. Общественные организации ведь были очень сильными. Я не знаю, помнят ли, товарищи, что были профсоюзы, сто миллионов человек. И это довольно организованные люди. И хотя мы так относились довольно прохладно к профсоюзам, тем не менее знали, что есть профсоюз. Кого-то из нас выбирали в профсоюз. Ходили мы на эти профсоюзные собрания, принимали решения. И начальство знало, что есть профсоюз. И что с ним надо советоваться. И что он там поставит подписи под какими-то решениями. Или не поставит. Теперь, комсомольская организация больше 30 миллионов. Там и по-разному относились тоже комсомольцы к своим организациям. Но, значит, были значительные серьезные силы, которых организовывали там и на Целину, и на БАМ, и в колхозы, и на стройки. Эти вот строительные отряды студенческие. И куда их только не организовывали. И там народ тоже воспитывался, получал известную закалку. Значит, пионеры. Тоже, значит, с самого малого возраста. Тоже там миллионов около 30 было пионерская организация. И тоже, значит, с самого начала жизни уже люди так это приобщались. К общественным формам, к самоуправлению, к выборам, к руководству и так далее и тому подобное. Поэтому, значит, вот эта вот общественная природа управления, значит, она созревала и шла на смену этой государственности. Но теперь я понимаю, что все-таки она шла очень медленно. Я думаю, что, скажем, вот новый опыт, который будет, я думаю, что он должен смелее передавать, значит, функции управления общественным организациям. Не только тем, которые были, но, возможно, и новые будут созданы. И в этом смысле Ленин вспоминает пример Маркса в государстве революции с почтами. Что вот почта? Вроде бы всеобщее дело по всей стране. Вроде бы очень сложное. Тем не менее, она на уровне современного транспорта, связи, значит, телеграфов, там и прочих вещей, сведена к простым вещам, с которыми может справиться современный грамотный рабочий. И мы помним, мы по революции, Ленин там, большевика рабочего забыл, Лихачева, по-моему, говорит, идите, возьмите там эти банки под управление. И товарищи пошли и взяли банк под управление. Значит, и с почтами так же, значит, десяток рабочих, дать им задачу наладить почту, я думаю, так как она сегодня работает, никаких неособых проблем нету. Тем более при современных IT-технологиях, при современной компьютеризации, которой хорошо владеют и рабочие, если они только с этим связаны. Поэтому, я думаю, что вот это вот общественное самоуправление в будущем, в будущей революции, оно будет, я думаю, проводиться более решительно, более всеобщим образом и более глубоким образом. Но, главный опыт, который, значит, нам дало и разрушение Советского Союза, заключается в том, что без руководства коммунистической партии, без зрелой коммунистической партии, ни советы, ни диктатура невозможны. Что для того, чтобы это все осуществлять, нужна коммунистическая партия и лидеры, которые хорошо понимают теорию, значит, идею, учения, экономическую основу, политическую основу, культурные основы. И, конечно, сейчас вот вспоминая, со студентами изучая тему, значит, там, платоновской социологии, Платон говорит, управлять должны философы, или правители должны стать философами. Я им задаю вопрос, ну, а вы знаете из истории каких-нибудь правителей, которые были философами, или, по крайней мере, значит, давали там править философам? Не, не знаем. Ну, я им говорю некоторых, скажем так. Марк Аврелий был император римский и был, в общем, выдающимся крупным, самостоятельным философом. Или Фридрих Великий, прусский, значит, в 18 веке тоже был таким заметным, интересным философом. Екатерина была с философскими какими-то потенциями, замашками. Но самое выдающееся правительство и философское, это было, конечно, правительство большевиков. То, что сам Ленин был выдающимся философом. Иозьм Сиренович Сталин, значит, ну, если не был там каким-то крупным самостоятельным философом, то человеком очень философски подготовленным и грамотным. Почти все они имели по несколько книг и по несколько десятков статей написали. Знали по 3-4 иностранных языка почти все. Вот эти руководители большевики, такой высший уровень. То есть, никогда, нигде более культурного правительства не было. И, конечно, на этом фоне, когда вот сейчас вспоминаешь там Хрущева и его коллег, то, конечно, понимаешь, что они выглядели бледновато. Но! И другая ведь сторона есть. Ну, а что в философском, так сказать? В философской среде философы там что-нибудь сделали, особенно социальные философы? Были ли какие-нибудь разработки? Вот сделаны, товарищи, говорили правильно, но начальство не взяло и промахнулось. И у нас вот, значит, к философам-то, мол, нету претензий, а только, мол, к начальству есть. Вот как-то в каких-то больших таких открытий, философских, или, тем более, значит, поддержания на уровне, значит, марксистской теории, особенно в 50-е и 60-е годы. Я, собственно говоря, не знаю. Там в области эстетики были выдающиеся люди, так сказать, Млосев, Алексей Федорович, других каких-то конкретных областях. Можно сказать, в дилектической логике там были люди, Ильенков, Копнин, кое-кто еще. А вот, скажем, чтобы по социальной философии кто-нибудь был на уровне вот этого мышления. В общем, я таких не знаю и думаю, что таких нет. Но это не самое главное. Самое главное то, что... И я вот в какой-то статье, значит, писал на эту тему, что до 56-го года, до 20-го съезда, тут товарищи марксисты, ленинцы, сталинцы. Кого ни копни, значит, Сталина, на Сталина ссылки, значит, все нормально. Прошел 20-й съезд, всех сталинистов, как корова языком слезала. В лопу будешь рассматривать, не найдешь. И вот мне кажется, что вот этот переворот, показавший какую-то сугубую такую несамостоятельность идеологических работников, в том числе коммунистов, в том числе руководителей коммунистов, вот мне кажется, он символизирует и говорит о каком-то таком очень большом недостатке. И с этим надо что-то делать. Вот в чем источник? Один, конечно, из источников, я думаю, связан с недостаточным изучением корня, основ методологических, связанных с непониманием и неизучением науки и логики. Причем Ленин и Сталин вот свою задачу выполнили. Ленин разъяснил, что, значит, редакции газет, партийная организация должны стать кружками любителей науки и логики Гегеля. Иосиф Сиронович, выполняя эту задачу, значит, издал собрание сочинений Гегеля на русском языке, причем впервые на русский язык собрание сочинений было приведено на русский. Вот. Теперь кадры готовились, статьи писались, много статей писалось по, значит, гегелевской философии. А вот, скажем, по науке логики каких-то исследований таких самостоятельных в общем не было. И после Сталина в 60-е и 70-е годы переиздавались сочинения эти Гегеля, новые издания появились, науки логики, других произведений. Вот. Статьи пошли таким большим потоком. Но опять, значит, обо всем, о чем угодно, кроме науки логики. Ну, вот, пожалуй, у Ильенкова такие есть разработки. Но они такого, значит, пояснительного, разъясняющего, комментаторского характера. Вот. И даже не столько изучают саму науку логики или показывают, как ее надо изучать, сколько, ну, объясняют там отдельные такие вот моменты из этого дела. Вот. Все это обобщая и суммируя, я думаю, что надо сказать, что в проблеме диктатуры пролетариата есть, значит, во-первых, чисто теоретическая сторона. И ее надо знать, вот не только со стороны понятия или его определения понятия и его, значит, теоретических связей с другими понятиями. Ну, и как идея. Во-вторых, что диктатура пролетариата на практике четко связана с коммунистической партией. Поэтому все враги, которые у коммунистов когда-нибудь были, они всегда, значит, бьют между, забивают клин между советами и, значит, партией. Они готовы выступить за советы, но без большевиков. Так было в Кронштадте, так было и Сахаров в 88-м или в 89-м году лозунг выбрасывал. Мы за советскую власть, но без коммунистической партии ее надо там убрать. С политической арены. Значит, вот это вот теоретическая связь. Теперь практическая, что советы это форма диктатуры пролетариата и она не может от нее каким-то образом быть оторвана. Если только советы отрываются от диктатуры пролетариата, они чахнут, отсыхают, становятся беспомощными и, в конце концов, вредными. Поэтому они имеют смысл только как форма диктатуры пролетариата. А советы как название. Это сейчас есть, вон, у нас Европейский совет, другие всякие советы, много всяких советов. Но Маркс, значит, Ленин, учит советы, имеется в виду советы как форма диктатуры пролетариата. То есть советы, которые строятся от производственных коллективов, организованных в коммуны, в общины. И это первичная ячейка и источник государственности. Вся государственность, она есть и крепка. Только настолько, насколько она связана с рабочим классом на предприятиях. Как только отрыв намечается, и рабочий класс ослабевает, и государство ослабевает, и партия, в конце концов, ослабевает. И я думаю, что мы, в общем, много внимания, значит, уделяли и уделяем проблеме диктатуры пролетариата, ее истории, ее логике, ее практике, теории. Тем не менее, значит, здесь есть еще, что изучать, что это не такая уж простая вещь. И не, я думаю, что не все здесь ясно и понятно, даже и тем, которые, ну, посвятили довольно много времени изучению диктатуры пролетариата. Поэтому я думаю, что эту задачу не оставляем. продолжаем изучать классиков. Значит, современные, все-таки за последнее время много дельного и наши товарищи написали. И вот инициировали несколько конференций. Вот тогда Виктор Аркадьевич, столетию. Значит, вот нынче, сколько тут? 110 лет будет советом, да? Тоже, я думаю, что-нибудь будет на эту тему. Значит, ну и по другим поводам. То есть, эта тема, она все время в нашем поле внимания, потому что она и теория, и цель. И я думаю, в общем, не надо отрывать ее от практики, что это и практика наша. Все, что мы делаем, мы делаем для подготовки диктатуры Патриата, для связи с рабочим классом. Ну и пока, я думаю, что большими успехами мы не можем похвастаться, но все-таки кое-какие связи с рабочим классом у нас есть, а некоторые даже в ближайшее время едут на семинар рабочий, на Российский комитет рабочих. Да, будут там укреплять связи с Российским рабочим классом. Но у них другие важные задачи. Вот на этом разрешите, товарищи, закончить. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Вы можете найти как бы аналогию между идеями и семизма, которая вначале была оформлена в чисто религиозном содержании. Там идея исключительности израильского народа, потом народа русского богоносца. И в современном, после эпохи возрождения, когда это уже в ближайшее время упало, естественно, социально-экономическое учредение. То есть имеется в виду вот эту исключительность народа, исключительность народа, исключительность класса, организации, может быть, даже личности. То есть вопрос понятия. Не очень. Ну, аналогию. Вы находите именно идею миссионизма, как миссии, то есть исключительности того-того-того-того. Конечно, да. Марс прямо и говорит о миссии рабочего класса. Рабочий класс есть могильщик капитала, капитализма. И я думаю, это правильно. Почему? Потому что коммунистическое движение это уничтожение современного буржуазного общества, уничтожение современных отношений. Вот. И уничтожить эти современные отношения, которые ведут к войнам, в том числе ужасным, в том числе братоубийственным на Украине. Конечно, капитализм. Капитализм – источник этих войн. И в этом смысле миссия рабочего класса заключается в том, чтобы покончить с капитализмом, покончить с античеловечными условиями жизни. Значит, привести человечество к безвоенной такой организации. И я думаю, что это очень высокая миссия. И это идея, конечно. Идея коммунизма. Пожалуйста, у вас вопрос. Простите, я о диктатуре политриата. Является ли управление абсолютной ценностью для рабочих? Понятно, в свое время, когда они толпами, голодные стояли у ворот Невской бумагопредельной мануфактуры и облуховского завода, им казалось, что управление – это путь изменить судьбу, и это было не апробировано в истории. Потом это было пройдено как опыт. И современные рабочие спокойно делегируют свою функцию управления управленцам. – У вас вопрос? Это уже выступление. Давайте. Вопросы задали? – Да, да, да. – Если вы хотите выступить, можно будет выступить. – То есть диктатура политриата как возможно, если политрят не хочет управлять? В принципе, его устраивает работать и получать хорошую зарплату. И современные рабочие… – Это не вопрос. – Вопрос у вас. – В чем вопрос? – Но как бы чтобы было управление, диктатура политрят это управление пролетариатом? А если он не особо желает? – Ну, то есть вопрос у вас желает ли пролетариат рабочий класс управлять? – Значит, вот у Маркса в немецкой идеологии есть замечательная мысль. Дело не в том, что хочет или не хочет, думает или не думает рабочий класс. Дело в том, что он в силу своего социального положения вынужден будет делать. Это точно такой же вопрос, как вопрос о социальной справедливости. Энгельс говорит, социальная справедливость – это существующие экономические отношения, рассматриваемые либо с революционной, либо с консервативной стороны. С консервативной стороны рассматривают те, кто занимает выгодное положение в современном обществе. Он консервирует, сохраняет свое положение. А с революционной стороны смотрят все остальные. Любят они революцию, не любят они революцию, любят они Ленина, Маркса, или фронтариат или не любят. Они вынуждены рассмотреть с революционной стороны, со стороны изменения этого положения, так и рабочий класс. Что многие рабочие не хотят, избегают и даже не участвуют в профсоюзе, это факт. Но что есть и был всегда и в самые вот эти тяжелые времена актив рабочих, которые понимают необходимость заниматься общественной работой, заниматься управлением, с тем, чтобы достичь государственного управления, это тоже факт, это тоже известная вещь. И рабочие движения, и коммунистические движения, они на этой части пролетариата или рабочих классов и держатся. Но важно тут другое, что грамотные рабочие, они знают еще от Сан-Симона и тем более от Карла Маркса, что цель коммунизма состоит в том, чтобы перейти от управления людьми к управлению вещами, производством. Управление людьми, в том числе и в жесткой форме диктатуры, это временный исторический период, период диктатуры патриарата, которая потом сама себя снимет. Она пройдет, когда она будет не нужна, когда не будет с кем бороться, когда не будут Прохоровых и прочих олигархов, и тем более Обам с их вооружениями и желаниями подавлять фашистским образом везде любое живое движение. Поэтому я бы вот так, как вы, не стал ставить вопрос, а стал бы ставить вопрос, что силы, которые стремятся управлять и которые доводят это управление до государственного управления, то есть до диктатуры патриарта, они есть, и они будут усиливаться, ну вот жизни будут заставлять, силу жизненных обстоятельств, то, что ну поживут-поживут без профсоюза, ну вынуждены будут создать все-таки профсоюз. Почему? Ну зарплата нужна. Теперь поживут в каких-то профсоюзах нехороших, будут вынуждены хорошие создавать, потому что они видят, что профсоюзные лидеры, особенно ФНПРовские, постоянно их продают и предают. Вынуждены будут свой создавать профсоюз. Ну и теперь есть широкий круг людей интеллигентных, в том числе вот, так сказать, я думаю, здесь присутствуют, которые помогают рабочим это осознавать. И я думаю, что в общем уже довольно широкие круги рабочих знают это все, понимают это все. И даже понемножку подтягиваются. Допрос в том, что в той стране, где нет коммунистической партии. Я думаю, невозможно. На Донбассе мы не можем сказать, что там коммунистическая партия есть. Она в большем случае в процессе становления. Да. И вот сейчас образование советов, которые, так сказать, пропагандируют специалисты фунда рабочей академии, она к чему приведет при отсутствии вот там вопрос понятен. Речь идет только о практике, об учебе. То есть, что на таких попытках люди будут учиться, но что советы, и тем более советы в смысле формы диктатуры Патерета, без коммунистической партии они невозможны. Просто невозможны. Мне писали товарищи из Донбасса, из Мариуполя, значит, я говорю, что сначала партия. Есть партия, она может помочь организовать советы, если будет вот этот ток снизу. Да, он будет ток снизу. Вот мне кажется, что нынче партия не хватает. Главный голод это голод на партию. Главный недостаток это недостаток партии. Поэтому вот так бы я ответил. Александр Сергеевич, стойте, пожалуйста. А какое сходство есть диктатуры Прилитриата и забастовочного комитета, допустим, организации? Понятно. Диктатуры Прилитриата как власть, как форма власти, как советы, они вырастают из забастовочных комитетов. Скажем, если мы возьмем пятый год, значит, там сначала возникли забастовочные комитеты, сначала на восьми фабриках, потом на тридцати, потом эти забастовочные комитеты собрались за городом на реке Талки и создали общегородской совет. И вот этот общегородской совет, значит, организовавшись, выделив четыре комиссии, поделив сферы деятельности в городе, взял всю городскую власть в свои руки и торговлю, и полицию, и там какие-то снабженческие вещи. То есть забастовочные движения это такая основа, это организация рабочих на предприятии, это их способность сделать общину, коммуну на предприятии. Как только такого рода общины будут на предприятиях, я думаю, организоваться им на уровне поселков или городов или районов уже ничего не стоит. Ну, во всяком случае, это значительно легче. Главное, это вот это звено, производственное звено. Так, еще вопрос у вас, пожалуйста. Еще о диктатуре пролетариата. Наилучшим воплощением диктатуры пролетариата стала фигура Хрущева, классический рабочий. Подождите, подождите. Не надо. Я прошу помешать, а вас прошу задавать вопрос. Вы не задаете вопрос. Вы задаете вопрос, а вы подменяете вопросы выступлением. Выступление вам отдельно будет дано. Задайте вопрос. вопрос не рождается из как бы логических обоснований. Дело в том, что фигура Хрущева из рабочих, советами выдвинутого, достигшего верхов, правильно прошедшего руководителей советского государства, где была еще диктатура пролетариата, стала могильщиком тезиса диктатуры пролетариата. И его же сняла. Итак, пролетариат могильщик советской власти. Вопрос в чем у вас? Вопрос в чем у вас? Могильщик социализма. Для чего тогда устанавливать температуру пролетариата, которая гробит советскую власть? Второй личности в истории, когда мы маршрули недооценим. Это вопрос Александр Сергеевич. Это смешение роли человека и роли каких-то социальных групп, тем более крупных социальных движений. Что во всяком движении общественном, начиная там с христианского и кончая нынешними, во всякое движение замешиваются непросвещенные, полупросвещенные люди, или просто мерзавцы, или старшие мерзавцами в процессе работы христопродавцы. Так и с Хрущевым. Но наряду с Хрущевым там были гигантские массы кадров грамотных. Не мешайте, пожалуйста, не мешайте, вы задали вопрос, послушайте внимательно. Просто падает жертва случайно. Еще раз. А многие, во многом этим кадрам не хватило понимания, может быть, активности, смелости, с тем, чтобы и с Хрущевым решить вопросы по деловому, по принципиальному. От этого, как говорится, никто не застрахован. Но это опыт, который позволит в дальнейшем более четко отслеживать Хрущевых и им подобных с тем, чтобы с ними вовремя расставаться. Я думаю, что этот опыт у нас хороший. Есть вопросы еще? Нет? Пожалуйста. Те, кто хочет выступить. Александр Сергеевич потом будет иметь заключительное слово. Пожалуйста. Ну, во-первых, я думаю, надо Александра Сергеевича поблагодарить за такую замечательную лекцию, потому что действительно диктатура пролетиата и советы это вот если так вдуматься, это ведь самая основа для того, чтобы можно было создать новое государство. Создать новое государство, которое бы отвечало требованиям большинства большинства людей. И здесь я вот Александр Сергеевич подсказывал, что надо учиться. Нам всем, наверное, учиться. И я думаю, что в дальнейшем именно вот такая категория людей, которые будут заниматься, учиться и так далее и раньше всех выйдет на передовые позиции. Так, если в общем-то. Поэтому основой вот действительно диктатурой пролетиата, во-первых, является общественная собственность и собственность, которая потом, имея плановое производство, будет более правильно развиваться. Но, конечно, для этого надо сначала именно создавать профсоюзы, забастовочные комитеты и, естественно, потом забастовочные комитеты совместно с рабочими смогут, с остальными рабочими смогут завоевать власть. Вот мне все спасибо. А партии где? Вопросы закончили. Выступление еще. Поехали. Я вот хочу такое вспомнить французского полубурзвездного философа Жан-Поля Сартера. И он нас, нас коммунистов и особенно советских коммунистов критиковал следующим образом. И в его критике есть, я считаю, некоторое зерно, которое нам надо учесть. И он говорил так, что вы коммунисты, вы оперируете такими большими категориями, как, допустим, класс, глобальный диктор, пролитата глобальный. Но вы и в этом ваша слабость и недостаток не как бы выводите вот это высокое понятие класс из слоя, из завода и не доходит до индивида и до территории. И он вот правильно указывал. И у вас тоже прозвучало, что высокие понятия есть, а как вот этот рабочий класс, это же рабочие какие-то. Как они, ну как он образуется? Почему рабочие, если два опоколя стоят в одном цехе, работают сдельно по наряду? Они с мастером связаны, а между собой они не связаны. Как образуется этот класс? поэтому нам надо учесть, доводить высокую категорию до связей вниз. Спасибо. Пожалуйста, Семенович. Я полагаю, что мы послушали очень хороший доклад, очень правильно были расставлены акценты. Единственное, что не хватает, на мой взгляд, это показать роль профсоюза в системе диктатуры пролетариата. То есть трехами было, вроде об этом как-то сказано, но менее углублено. Вот вы смотрите, во время капитализма создаются профсоюзы, которые борются за повышение заработной платы, за условия труда, объявляют забастовку. Теперь совершается социалистическая революция, и рабочий класс становится господствующим, но при этом понятно, что заработная плата может быть всего внешних обстоятельств невозможно увеличить, условия труда мгновенно не изменятся. Что делать в этом случае профсоюзу? Точно так же выставлять требования уходить на забастовку или нет. Понимаете, ему наплевать выходит на забастовку и свои требования доставляет. Другой он стал господствующим. Имеет ли он право поставить или нет? Ведь он же теперь хозяин против колонбас стоит. Такие функции появляются и профсоюзы. Вот эта функция очевидно должна отпасть безрассудно против самого себя можно подискутировать. С другой стороны появляются другие функции профсоюза. Я не говорил, что профсоюз это школа коммунитов. Действительно это честная работа, это выборы, это передача определенных функций от государства профсоюзам, которые они начинают выполнять и прочее и прочее. Через это идет развитие человека, увеличение его в процесс управления. Мне кажется, вот эту сторону профсоюзов тоже надо будет в системе, которая предает в этой теме отдельно более ... Согласен. Спасибо. Я желаю выступить. А девушка хотела выступить. все понимают, что в конечное время у нас не безграничны, но все имеют возможность. После этого у меня огрузительное слово доплатчику. Поэтому я сейчас сделаю последнее выступление. Я начал бы с вашего выступления или с ваших вопросов. Конечно, у вас вопросов было даже не один и не два, а вот выступление было очень резкое, что диктатура привела к тому, что появился Хручев. Я думаю, это вот... Я бы оценил такую точку зрения, которая как гипотеза может прозвучать, потому что давайте мы в любую точку зрения должны рассматривать, насколько она верна. Значит, я думаю, что здесь не хватает для этого на этот вопрос именно позиции классовой борьбы. Если речь идет о классовой борьбе, что рабочий класс и создает свое государство, и укрепляет свое государство, и удерживает свое государство, и не дает ему переродиться, он это может сделать только в порядке классовой борьбы. Как только эта класса борьба ослабляется, и рабочий класс начинает думать, что он построил свое государство, вот он поставил верных надежных руководителей, есть у него вожди, и теперь не надо ничего, появляются Хрущевы, Горбачевы и прочие, и тем самым они получают, могут взять верх, и поэтому сколько бы ни было власти, и какие ни были бы органы, в том числе армия, в том числе средства, правоохранительная система, и комитет государственной безопасности, никто рабочий класс не защитит, если он прекратит свою классовую борьбу. вот в связи с этим я перехожу к спорному вопросу, потому что этот вопрос поднимался в партии в первые годы, а как теперь относиться к забастовкам? Я хочу обратить внимание на то, что и к профсоюзам тем самым, кто организовывает забастовки, кто вообще организовывает советы, советы, конечно, организовывают профсоюзы, а если не профсоюзы, это предтеча профсоюзов, потому что они вот связаны, потому что забастовочные комитеты это дело профсоюзов, хотя сначала, когда профсоюзов у нас не было, они образовывались и без профсоюзов, эти забастовочные комитеты, потому что никакого абсолютного соответствия ни в природе, ни в обществе, говорил Ленин, нет, если мы диалектики должны понимать, что не получается так, что вот все так вот, как вот гладко, как вот совершенно правильно, мне кажется, было изложено, что без партии не может быть совета, в высоком смысле слова, диктатура облитаряется, так, а создались советы без партии, можно сказать, то есть не в том смысле, что не было, совсем партии была, но она не контролировала этот процесс и не является источником создания этих советов, не было такой идеи у партии создать советы, пока рабочий класс не родил эту идею, на практике, то же самое профсоюзы, они позже создались, а могли раньше создаться, потому что в других странах по-другому, и если вообще говорить о соответствии, то вот нет, говорил Ленин, соответствия ни в природном обществе, особенно в полемике вот последней, одной из последних писем с Сухановым, что вот, конечно, нужен определенный уровень культуры, а у нас культура недостаточная в России, но вот если так сложились обстоятельства, что можем сейчас власть, а культуры у нас еще недостаточная, а почему мы не можем взять сначала власть, а потом с помощью власти броситься догонять другие народы. Вот я... В культурном и политическом отношении. И я хочу сказать, что вот такой же, мне кажется, вопрос вот рассматривался в отношении забастовок. Я однажды был поражен, когда в одном из учебников прочитал, социализм это когда все хотят лучше жить, все пользуются благами жизни. Думаю, кто это такое еще сказал? Начал проверять по лесу в Ленина. Да, так и есть. Оказывается, это относится к периоду после революции. После революции рабочие некоторые стали бастовать. Соответственно, Ленина поставили об этом в известность, что рабочие бастуют. Он говорит, а что вы хотите? Люди вот боролись, рисковали своей жизнью, жертву принесли на алтарь революции. Сейчас у нас, значит, мы после революции, а жизнь не улучшается. Совершенно естественное состояние. Поэтому, обратите внимание, до горбачевских времен не было никакого закона о забастовках. Это что означает? Что забастовки никак не были запрещены. И никак не урегулированы. В том смысле, что нет никаких препятствий для забастовок. Я могу сказать из истории забастовочной борьбы в СССР, забастовки были постоянно. Вот у Большакова есть книжка, которую я его пытался простимулировать, чтобы он ее издал, а он почему-то непонятно сидит на ней. Вот книжка интересная, так сказать, там показана по годам. Время от времени раз. Вы же знаете, на Кировском заводе были забастовки, когда при Хрущеве черный батон принесли тут же. Я, например, помню, у меня отец приходит с этим черным батоном, серым, и мать приходит. В два раза больше, чем обычно ели. И тут вдруг несколько дней остановился Кировский завод, и сразу все это прекратилось. Хотя, тоже Хрущев использовал для того, чтобы начать закупки за рубежом зерна. То есть, он и этот ход тоже сделал. Вот реакция была на забастовки такая, что, может быть, это проекционная вообще была затея вся с этими делами. То есть, в принципе, конечно, против чего, зачем, говорит, эта дискуссия была большая о профсоюзах после революции, что, а против чем, говорит, должны бороться профсоюзы, Ленин говорил, с ведомственным усердием, то некоторые администраторы, отделения диктатуры, пролетариата, на самом деле, действуют, вопреки некоторым интересам рабочих, и вот профсоюзы должны рабочих защищать и ставить на место этих ретивых администраторов. И если это потребует, а администраторы имеют большую силу в эпоху диктатуры пролетариата, и поэтому иногда нужна и забастовка для того, чтобы их остановить. И если вы помните, значит, кто выступал против Хрущева? Рабочий класс и выступал. Где? В Новочеркасске. Забастовка была. И что? И вот тогда и выяснилось, кто такой Хрущев. То есть, то, что было теоретически сканом, вот нам ясно, что это враг диктатуры пролетариата и враг социализма, а когда он стал расстреливать рабочих, за что? За то, что они требовали не срезать расценки и не повышать цены. Больше ничего там не было. Ничего не было. То есть, это требование, с которым нынешние профсоюзы вовсю выступают везде по всему миру. И в России, и в современной, буржуазной тоже. И никто за это в рабочих не стреляет. Хрущев за это организовал стрельбу. И, так сказать, после этого некоторые товарищи расстреляли, которые, так сказать, признали организаторами этой самой забастовки. Стреляли, так сказать, сначала поверху, в детей попали, которые на деревьях сидели. То есть, учинили бойню такую, которая говорит о том, что произошло с провозглашением общенародного государства. Провозглашена на самом деле диктатура, и осуществлялась уже диктатура буржуазии. Другое дело, что буржуазия еще была такая коллективная. Все вместе, так сказать, управляли этой самой государственной собственностью, а государство уже было нерабочее, поэтому форма уже не соответствовала прежнему содержанию. Форма уже стала капиталистической и стала быстро наращиваться класс капиталистов. Это первое. И второе. Вот, имея в виду тот же теоретический вопрос, на который совершенно четко ответил Александр Сергеевич, я тоже с этим полностью согласен, что без коммунистической партии. Диктатура пролетает, как это устойчивые формы, конечно, не может быть. Но с чего начинать? Надо начинать с того, что начинается. То есть, если есть возможность создавать коммунистическую партию в Новороссии, надо создавать. Если есть возможность создавать советы, надо советы создавать. И в известном смысле рабочим проще создать советы. Почему? Потому что советы – это органы, вырастающие прямо из такой борьбы за ближайшие интересы. Это раз. Во-вторых, советы – это не органы единомыслия. Добиться единомыслия очень трудно. Вот даже мы тут спорим по некоторым вопросам. Хотя мы в целом единомышленники. Как потребовать сразу от рабочих, чтобы они были единомышленниками? То есть, вопрос создания партии, вы знаете, что партия долго создавалась, и в 93-м году она вроде была и создана, программа появилась, но она до того уровня, чтобы она могла прямо уж полномерно создавать советы, конечно, не выросла. Когда партия осознала, что это форма, в которой можно идти после революции пятого года только. Поэтому, если, так сказать, есть возможность создавать советы, ясное дело, что если они не будут подкреплены, эти советы, которые будут органами, которые создаст рабочий класс, если они не будут подкреплены марксистко-ленинской партии, то будет примерно то, что было после февральской революции. Были советы? Были. Какие? Эсеры Меньшевистские. А как Ленин относился к эсераменьшевистским советам? А так и относился, что плохо, что они эсераменьшевистские, но хорошо, что советы. Поэтому, если удастся хоть какие-нибудь советы собрать, это какая-то форма самоорганизации народа, вот та же самая партия, которая будет находиться в становлении, она будет взаимодействовать с советами, которые тоже находятся в становлении, и обе эти вот, как бы, со структуры, плюс профсоюзы, действительно рабочие, которые находятся в становлении, и будет идти в становлении диктатура пролетариата. С какого конца? С такого, с какого удастся. Потому что сейчас вопрос вот там стоит практически. Практически стоит, и вот нужно это, конечно, нам понимать, что, так сказать, все возможности нужно использовать и идею продвигать. А какая продвинется? Тем более, я думаю, что так вопрос ставить, что там нет партии, это уже неправильно. Вот, скажем, РКРП, она что, зарегистрирована на территории России? Нет? Кто ей мешает на территории Новороссии действовать? Почему вы считаете, что нет партии? Я считаю, что партия есть. Скажем, Рабочая партия России, она тоже не зарегистрирована, общественное объединение. Кто мешает этому общественному объединению действовать на территории Новороссии? Никто не мешает. Кто Рабочей партии России и РКРП мешает взаимодействовать в построении Советов Новороссии? Никто не мешает. Ну, кроме того, что мешает вообще этому делу. А мешает этому делу буржуазия. И мешать она будет во всех форумах, чтобы все было не начинали. Она будет мешать создавать профсоюзы рабочие, она будет мешать создавать советы, и она будет мешать создавать партию. И вы видели, что она мешает даже и тем организациям, которые далеко не рабочие. Вот, скажем, таким партиям, как КПРФ, она тоже мешает там действовать. Потому что то, что мы видели, этого самого Литвина, быстренько отстранили от всяких выборов. Хотя он, в общем-то, на фоне тех, кто близок к КПРФ, был довольно положительной фигурой на этом фоне в целом. То есть, короче говоря, это вопрос не такой простой. И я думаю, что здесь вот так выстроить по ступенькам, как пойдет в жизни, так никогда не бывает. Что, скажем, конечно, социализм рождается из крупной промышленности, а в сельском хозяйстве, мы делали революцию, какая там была крупная промышленность, какое крупное производство было там в сельском хозяйстве, и там пришлось это делать вот с помощью, так сказать, другого ядра, который является городским. А если вы возьмете там тот же самый Китай или Вьетнам, это была полная противоположность нашей революции. И тогда во всю советской печати критиковали и Вьетнам за то, что они, так сказать, вот эта революционная деревня, она охватывает этот самый реакционный город. Вот из деревни, так сказать, шла революция. А как Фидель Кастро пришел к власти со своей, так сказать, когда еще не существующей партии? Там с партии началось? Нет. Там партия была в Гаване. Активные действия совершал Кастро, который, в общем, возглавлял революционных офицеров. Но если это подлинно революционный, он пришел к коммунизму и соединился с коммунистической партией, и стал ее первым секретарем. Так и пришлось вот к тому, о чем говорит Степан Сергеевич. Так и получилось. А вот насчет советов на Кубе нет, поэтому прочности там такой нету, как было, пока были советы. Нету там советы. Партия-то есть, а советы-то есть? Нет. В Китае есть советы? Нет. Есть советы в Корее, в Северной? Нет. Вот я там был, у меня было такое впечатление, ну так какая хорошая жизнь. И пионеры, и образование, и медицина. Но придет корейский Хрущев, и все это вот. Ну сколько будет, вот уже, уже, внучок уже является генеральным секретарем. Но эта линия, когда закончится, династическая. Что же, на этом держится, что ли, там корейский социализм? А там социализм построен, по всем параметрам. Общественная собственность, рабочий класс, диктатура-потрята есть. Есть там социализм, но угроза потери социализма очень большая. Так, пожалуйста, Александр Сергеевич. Ну что ж, дорогие товарищи, спасибо за хорошие дополнения, которые прозвучали к докладу. Я думаю, что все это вместе позволит нам еще раз глубоко продумать этот вопрос и прийти, значит, к очередным и теоретическим, и практическим выводам. Поэтому я думаю, что рекомендации, вот этот доклад, Михаила Васильевича, можно принять как рекомендации для ориентации в строительстве Советов в Новороссии. У меня доклада не было. Но фактически речь большая, как дополнительный доклад. Так что спасибо всем, товарищи. Спасибо. Так, объявление делаете, да? Следующее занятие семинар. Товарно-денежная форма при социализме. Спасибо. 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 Спасибо.